Саяно-Шушенская гидроэлектростанция находится в юго-восточной части Хакассии, на реке Енисей, посреди Саян, расположена на границе Красноярского края и Республики Хакассии, у поселка Черемушки, примерно в 100 километрах от Абакана. Это самая крупная и самая мощная электростанция России. Представляет собой огромную плотину 240 метров в высоту, длина ее погребни равна 1066 метров. Плотина Саяно-Шушенской гэс образует огромное водохранилище площадью 621 квадратный километр. Вода в нем чистая из-за постоянного обновления, и даже форель предпочитает обитать рядом с гэсом, что подтверждают форелевые хозяйства неподалеку. Строительство Саяно-Шушенской гэс, начатое в 1963 году, привело к затоплению 36 тысяч гектаров земли, и 2717 строений пришлось перенести. 12 августа 2009 года на Саяно-Шушенской гэс произошла крупнейшая катастрофа. Гидроагрегатор номер 2 внезапно разрушился и был выброшен напором воды. В результате погибло 75 человек. Только в 2014 году этот гидроагрегат восстановили. Напротив гэс есть смотровая площадка, магазин с сувенирами, памятник покорителям Енисея, первостроителям Саяно-Шушенской гэс. Субтитры создавал DimaTorzok А еще рядом с Гэс находится мраморная скала, высотой 200 метров, является крупнейшим в России. Протяженность мраморного пласта около 18 километров. Саянский мрамор, наделенный палитрой из 20 оттенков, использовался при восстановлении храма Христа Спасителя и реконструкции Большого театра и еще много других объектов. Проехать к этой скале и полюбоваться видами с нее на тайгу и на горы можно свернув на указатель. Мраморный карьер в сторону горы Гладенькая. А если ехать по этой же самой дороге дальше, вверх, выше в горы, то можно упереться в горнолыжный курорт. Гора Гладенькая. И там нереальные виды. Кажется, что до облаков рукой подать. И все это можно посетить на машине, практически не напрягаясь. Также на горе Гладенькой есть подъемник и горнолыжный курорт. Очень популярный в зимнее время. Если понравилась информация и вы узнали что-то новое для себя, то поставьте мне лайк и оставляйте свое мнение в комментариях. Конечно же подписывайтесь, чтобы не упустить новые, еще более познавательные и интересные видео от меня. Спасибо вам за внимание. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!